Известны слова Вильнюсского Гаона, что 10 неземных глав книги-дворы, они соответствуют 10-ти столетиям 6-го тысячелетия. То есть есть такая дата еврейской истории, страшная дата, называется Год Тавшин, это год начала катастроф Тавшин. То есть это князь 39-го года и большая часть 1940-го. И когда мы читаем главы, которые находятся в округе этой даты, это отдельная глава Китаво, и следующая глава, глава Ницавим. Это главы, то есть есть русское выражение, когда читаешь, так сказать, заново, непривычно, мы же привыкли читать. Их побегаем, и не вникаем в них. Но реально человек, когда прочитаем их первый раз, вдумаешь, что здесь написано, то есть русское выражение, это волосы дыбом встают. Волосы дыбом встают. Волосы дыбом встают. Почему? Что-то Всевышний нам сделал, что нам не встану в Туре, тяжелейшее проклятие. И есть еще одна вещь, которая будет вдуматься. Мы-то сегодня знаем, что проклятие эти, в общем-то, уже осуществились. Я не имею в виду, что нам обычно, что они больше не повторятся. Это не так. Но они уже осуществились. Это нам немножко легче. То есть, что мы видим истинные стороны, видим это достоинство, а с другой стороны, это ужас и страшно. Есть в начале главы Ницавим замечательные слова Раши. Раши говорит, объясняю слово Ницавим, когда народ Израиля первым услышал проклятие главы Китово. Они были в ужасе. В ужасе. И Маштабейн объяснил им, что все эти проклятия, они наоборот, они как бы устанавливают нам. Слово Ницавим – это человек стоящий. Устанавливают. Я хочу этим вещам объяснить, то, что говорит Раши. Я начну с одной историк, например, которая приведена в Гмарема, Сехенбрахот. Там приводится, как два великих мудреца Талмуда, Абая и Ровы, им снились очень плохие сны. Что есть плохие сны, им снилась глава Китово, ее проклятие. Вот они пришли к одному специалисту по разгадке снов. У него было такое профессиональное правило. Тот, кто платит деньги, он разгадывает все в лучшую сторону. Тот, кто нет, пусть приняет на себя. И вот Абая ему заплатил, а Ровы ему не заплатил. Ровы, то есть Ровы все объяснил, когда так написано. Потому что, конечно же, говорит, то будет и с Ровы. Абая, он буквально перевернул все в лучшую сторону. Что значит перевернул в лучшую сторону? В Гмаре Бархоз сказано, что когда, что вообще сны исполняются потому, как их объясняют. Важно всегда любой сон дурной пытаться объясниться в лучшую сторону. Конечно, в одном слове, что действительно это объяснение соответствовало сну. Что они соответствуют. Человек, допустим, увидит, что кто-то там умер, и он скажет, я видел, что родился, я думаю, что это бред, это не объясняет снов. И этот гадальщик снов, он втистывал в стихи нашей главы. Не было зачем, так сказать. Однако вот есть одна вещь гораздо более глубокая. Я это понял во время, в Цюрихе, во время одного из наших семинаров там, где была разнодельная глава Китаво, написано в книге Зоа замечательная вещь. Что все будущее нашего народа, все доброе, счастливое будущее нашего народа, оно заключено в проклятии главы Китаво. Это непонятно. Непонятно. Почему? На самом деле это очень понятно. Все делаем всемышним, все делаем к лучшему. Проклятия, и страдания, и болезни, и все прочее, они призваны искупить наши грехи в этом мире, призваны поводить нас к возвращению. И поэтому источник их добро. Источник их добро. Поэтому, когда видим такие тяжелейшие проклятия, то они нам даны, что мы через исполнение их проклятий, если мы не дай Бог заслужим, но достойно величайшего добра. То есть полного искупения грехов в этом мире и получения высшего вознаграждения в мире грядущем. – Однако я хочу объяснить это немножко еще иначе. – Есть великая… То есть есть два смысла у проклятия. Первый смысл – это, думаю, что основной смысл. Чтобы наш народ понимал, понимал и знал ту важность Тора, которую мы получили, насколько нам важно и необходимо ее исполнить. Я помню, когда-то слышал про мысль Шапира очень важную вещь. Ну, коснулся текста Шма и Сройль. Это второй главы Шма и Сройль, Вая им Шамо. Там тоже эта глава Вая им Шамо включает в себя в двух словах благоставление и проклятие. Ну, считайте внимательно, что написано. Обещание, что не дай Бог, мы сгинем с этой земли, если будет здесь не положено и тогда. Он спросил тогда вопрос. В принципе, глава Вая им Шамо, автора глава Шма и Сройль называется «Принятием бремени заповедей». Почему эти обещания, наказания и так далее, это тщательно глупо? Он сказал очень важную вещь. Эта вещь, она чрезвычайно актуальна, особенно в нашем поколении. Надо же знать, что Тора и Заповеди – это не какое-то приятное добавление к обычному порядку жизни. Это некогда такое красивое понятие «лайт» иудаизм, легкий иудаизм. Ну, приятно, чтобы была какая-то традиция, чтобы не было того. Я помню, когда кто-то только приехал на Святую землю, кто-то объяснил, почему важно, чтобы был религиозный брак. Я говорю, человек скромный человек, человек светской без него. Ну, как-то красивее так это, как-то того, как-то возвышеннее. Это правильно, но не это смысл того. Что у нас шаббат с освобождением шаббата, с блюдами шаббата, с песнями шаббата – очень возвышенное радостное событие. Нам дан шаббат как бремя его исполнения, а не просто, чтобы украсили себя. То, что я слышал, некоторые могут сесть за орган и в шаббат под орган петь субботние песни. Ну, слушайте, я думаю, что это ничего нового нет, потому что касается реформистов и консерваторов тоже, я думаю. Так вот, вернемся к нашей теме. Надо знать, что бремя Торы, которое мы должны принять постоянно, ежедневно, два раза в день, что это бремя Торы зависит от нашей жизни. Если мы это живем и так принимаем Тору, то наоборот, мы удостоимся жизни. Это суть проклятия. Суть проклятия, чтобы наш Торец понял, что с волей Всевышнего не играются. Мы должны принять на себе волю Творца и понимать, как страшное нарушение, если мы это поймем до исполнения проклятия, это самый лучший вариант. Самый лучший вариант. То есть проклятие обратились в добро самым простым способом. В силу этих проклятий наш народ выбрал добро. Это осуществление, самый лучший вариант этих проклятий. Есть другой вариант. Когда проклятия исполняются, как уже исполнились, тогда, безусловно, всеми страданиями наш народ удостаивается искупление наших грехов, он может удостоиться высшего награждения. Есть еще одна вещь, она гораздо более тяжелая. Мы сейчас, с одной стороны, после того, как это проклятие уже осуществлено, но нам не обещано, что они не повторятся. Наоборот, Тора вечна. Но нам надо с большей силой понять, что Тора, которое мы изучаем, и Тора, которое мы обязаны исполнять и исполняем, от него зависит вся наша жизнь. И тогда для нас, для всего поколения, для следующего поколения, все эти проклятия, как их обещания, так и то, как они уже исполнились, будут причины величайшего добра. Хочу коснуться здесь еще одной темы. Есть только понятие на святом языке и сурин – страдание. Страдание, ну и самый небольшой уровень страдания – это сидеть в маске, когда воздуха, конечно, не хватает немножко. Это страдание. Все поколения страдает от этого. Есть другие уровни страданий, не дай Бог, тяжелые болезни. Есть много уровней, много видов страданий. Я видел в этой великой книге, которая называется Рашид Хохма, очень такое утверждение, которое меня просто поразило. Он говорит, что источник страданий – это добродетель Всевышнего. Всевышнего. Всегда я понимал точно все наоборот. То есть страдание – это источник, это мера страдания Всевышнего, знатшего оказания, мы получаем, разыскиваем. Но почему это называется, что называется источник страдания – является добродетелем Всевышнего. Почему? Он там пишет это, я хочу это объяснить. Здесь, ну скажем так, начнем, начнем с Гмарыма Сехет Брахот. Говорится, что три великих дара даны Всевышний нашему народу – Тора, Святая Земля, мир грядущий – все они даны нам посредством страданий. Средством страданий. Тут уже сказано очень важная вещь, что страдание – это причина удостоится высочайших даров. Однако, по большому счету, это гораздо больше. Я видел Хабетсхайма в одной из книг очень такую важную вещь. Он говорит, что наша надежда – это страдания. Я объясню. Мы немножко не понимаем, где мы живем, потому что не понимаем, что Всевышний от нас хочет. Строгость суда, обязательность планинатора. Хабетсхайма в начале книги Хабетсхайма о законах взрословия. Видишь, что некоторые люди, их язык стал уже бесхозным, они не могут в течение жизни тысячи раз его нарушить запрет взрословия. Ужас, что можно найти людей, которые запрет взрословия нарушают ежедневно несколько тысяч раз, а не в течение всей жизни. Кто-то нарушает взрословия за пятьдесят лет жизни, допустим, две-три тысячи раз, он думает, что он, ну, это он еще такой видный человек. Почитайте просто. Получается, я знаю, шестьдесят-семьдесят раз в году. Получается, даже не каждый день, даже не каждый день. Если немножко вдуматься в великую обязанность изучения исполнения Торы, то нам трудно представить себе, как представить перед высшим судом. «Однако этому есть спасение». Спасение, когда человек в этом мире получает страдания, принимает их для себя, для искупления его грехов, небольшие страдания в этом мире спасают его от тяжких бед в мире грядущем. Это великое добро, которое есть в страданиях. Кроме того, страдания – это причина, чтобы человек сделал чего, от чего искупляется очень много. Поэтому надо, понимаете, весь мир сегодня находится на разных уровнях страданий. Вся эта эпидемия коронавируса. Я считаю, кроме тех, кто тяжело болеет, это очень тяжкие страдания. Те, кто болеет не очень тяжело. Уже знаю, ученики болели. Это тяжелая болезнь, даже в их легких формах. Это страдания. Есть всякие мелочи. Это маски. Это отсутствие возможностей. Это изоляция. Есть финансовые проблемы и то и то. Но все это – это страдания. Надо понять и видеть эту вещь, что этим страданием Всевышний очищает нас, очищает весь мир. И дай Бог, что мы в силу этого сделали истинную чугу. Мы вняли проклятие, которое мы сейчас читаем, и начали бояться трепетать перед Всевышним. И так приняли на себя его царство в Росшшана. И продолжили, продолжили исправление своих грехов во время десяти дней чувы до Росшшана, до Удой до Кипура. Исповедовались искренне. Исповедовались все, весь наш народ. Ксива, 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 ксива. Хорошего следующего года. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок